Мы приехали в Аланию и заселяемся в отель Xoria Deluxe 5 звезд. На входе проверяет всех, багаж принимает на улице и начинает его обрабатывать. Продолжение следует... Продолжение следует... Там исполняют документы, анкеты, все остальное я вам покажу. У нас такое лобби, как вы видите, я так понял, что отель находится через дорогу от моря, потому что там едут машины, здесь территория, наверное, может быть там подземный переход есть. И здесь сразу начинается уже из лобби, барчик в лобби и дальше территория отеля. Вот, как видите, там из окошка, но я вам покажу еще более детально, и небольшая зона аквапарка, и вот сам отель только полумесяцем сделан. Мы заходим в номер Xoria в Алании. Вот такой у нас светленький номер. Одна кровать большая, двуспальная, одна отдельная. И выход на балкон. Номер получается сейчас с видом на море и на бассейн. Как говорят, здесь дорога разделяет отель, и здесь есть подземный переход для того, чтобы перейти на море. Здесь я прошел уже, здесь есть у нас банька и бассейн. Вот она у нас сауна. В принципе, думаю, через тепло покажу, все понятно. Не такая уж сильная горячая, конечно. И бассейн сейчас уже к вечеру закрытый, но в целом, думаю, и так все понятно. Есть каман, так что вот здесь можно будет помыться. Тепло хорошо, плиты горячие. Если он тоже закрылась, то есть. Ну, в общем, спа есть. Можно в такое прохладное время еще пока погреться. И сейчас время 7 часов. Пора отправляться на ужин. И за ним покажу вам меню. Друзья, наступил ужин. Что я тебе скажу? Здесь в целом все есть, но немножко, как говорится, оказалось попроще, чем в других местах. Есть салаты, да, но вот и не все, да. Например, в Мегасарае, конечно, было гораздо больше выбора еды, сыры есть и так далее. В алкоголе, конечно, выбор меньше, чая, кофе, все, конечно, есть. Единственное, знаете, какое замечание сразу дам. Посадочных мест очень мало. И вот мы сейчас пришли, и мы кое-как нашли столик. Это, конечно, большой минус при таком большом, наверное, фонде иметь такое малое количество посадочных мест. Конечно, улица еще может работать, но, к сожалению, там прохладно. Ну, я уже вышел на территорию. Сейчас как раз пройдусь, прогуляюсь до моря. Хотя я вам уже показывал это бассейн. Вот там где-то номер мой. И сейчас через туннель пройдем до пляжа. Кстати, много отелей здесь, которые расположены так через дорогу и имеют свои туннели с прямым выходом на пляж. Так что не нужно переживать за дорогу. Безопасно, спокойно. Проскочили и все. И выходим на собственный пляж. Здесь, смотрите, небольшая, есть детская зона сразу. Лошадки и шизлонги. Понятно, сейчас тенты не накрывают, потому что настолько сильная жара. И сами гости просят не накрывать, потому что хочется позагорать на солнышке, а не прятаться от него. Поэтому так. Что с пляжем, друзья? Вот позади меня песок, как вы видите. Вот там камни. То есть здесь песок насыпной получается. И здесь камни. Сейчас посмотрю поближе какой там вход. Отсюда кажется, что он тоже песчаный или песчаногалечный. Одну секундочку. Уже с вами подходим. За вечерок, смотрите, солнышко садится. Песчаногалечный вход. Как вы видите, песчаногалечный вход. Я скажу, даже каменный вход. Слушайте, здесь вообще, в общем, камни, булыжники. В общем, вход здесь не очень. Да, да. Так что здесь это не Белекло. Поэтому нужно рассматривать пляжи. Если честно, скажу по своему мнению, я Алане вообще достаточно редко кому предлагаю, оформляю. Понятно, что есть разные места. Есть это одно из мест достаточно далеких от центра Алании. Примерно 20 километров ехать. До ближайшей инфраструктуры вот туда около пару километров. В общем, отель стоит, скажем, такой один. И вокруг ничего нет. Вот. И я честно говорю, Алане не очень предлагаю, потому что многие не хотят так долго ехать. Трансфер длинный там и так далее. И на самом деле можно гораздо лучше найти варианты. Например, как мы сейчас гуляли в Белек. Мне очень нравится, вы знаете, Кемер. Мне очень, в принципе, нравится район Лара. Я думаю, вам тоже понравился в предыдущих моих обзорах кратких по отелям. Поэтому Алане я как бы приоритет для себя никогда не ставил. И как бы сейчас, приехав сюда, я точно такого же мне не остался. Ехать сюда ради вот такого пляжа я вообще смысла не вижу, конечно. Ну да, отель нормальный. А завтра нас ждет еще один большой день поездка по отелям Алане.